Доброе утро! Любимых людей. Это замечательный режиссер Алла Сурикова. Прежде чем я позволю приступить к готовке, я хотел бы, чтобы мы друг друга поздравили с недавней наградой. Дело в том, что картина «Московские каникулы». То есть мы. Да, мы. Где Алла была режиссером, а я был композитором, получила награду. А Ермольник даже какую-то медаль. И я медаль. Да? Конечно, все медали получились. Медали с чистого серебра, награда мэрии Москвы. Все, кроме композиторов. Ну ничего, все равно приятно, я поздравляю. Спасибо, я тебя тоже благодарю. Желаю и дальше работать и мне. Спасибо. Надо сказать, что наборчик на столе такой, он изысканный, но в том же время довольно сиротский. Небогато здесь у нас. Ну, Андрюша, чем вы богаты, тем мы и рады. Понятно. Так, вот я вижу корову. К готовке имеет отношение? Нет. Ну, вообще-то могла бы иметь. Посмотрите, это корова с крыльями. Это работа замечательного скульптора Аста Баржезитской. Ей 85 лет в этом году. Она была 30 лет главным художником Дулёва. Мы с Барагинским сделали о ней фильм. Я надеюсь, что он выйдет по телевидению, и вы обрадуетесь, потому что это удивительно светлый и талантливый человек. И снимать о ней было очень приятно. А я принесла показать. Корова с крыльями. Это как бы женщина-творец. Есть пегас, лошадь с крыльями, а корова с крыльями. То есть не просто корова, а... С крыльями, летаем. С крыльями. Что это будет, скажи, пожалуйста? Вот это? Да. Это будет закуска. Давай начнем с выпивки. Вот с утра, в субботу. Конечно. Ну, хорошо. Но у меня напитки крепкие и, извини, початые. Давай початые. Мы из початого напитка сделаем непочатый край удовольствия. Так, понятно. Значит... Что прям так и начнем пить? Я делаю ремонт в квартире. У меня оставалась водка, я не пью. И в грустном состоянии ремонт делать невозможно. Поверьте мне. У них даже веселый состояние. Я соединила водку с Барбарисовым, даже спирт с Барбарисовым. И оставила это в углу. И вдруг через две недели я получила напиток удивительного цвета, замечательного вкуса. Да. Значит, Барбарис желательно не синий, а красный, родной. И это вот где-то растет на юге. Он употребляется для плова. Лучше красный Барбарис. Засыпайте туда. Так. Ну, давай засыпем. Давай. Так. А у тебя есть лейка? Потому что... И желательно живой, а не живой. Давай вот так я подержу. Нет, нет, нет. Тут мне кажется, что... Вот это лейка. Грубо говоря, да. Я как-то делаю все время. Размер руку всех. Раз. Вообще-то сейчас рождается совершенно новый напиток. Он такой с восточным оттенком. А мои знания о настойках говорят о том, что если вы хотите, чтобы настойка получилась, надо ее ставить ни в коем случае не в холодильник, а в темное и достаточно теплое место. Этим местным является мой буфет. Конечно. Мы сегодня, мы это делаем, пить не будем. Может быть, на следующий прогресс. Хорошо. Значит, я... У меня еще есть конфеты на грани с печеньем. Называется Ванек. Берешь печенье. Так. Засыпаешь в мясорубку. Я сразу начну, хорошо? Давай. Сейчас у меня есть. Божешь мне помогать? Вообще, на самом деле, Андрюш, я всю жизнь искала мужчину, который любит, умеет готовить. Как мы поздно встретимся. Могал. Это значит, поздно для тебя. Ну, конечно, для меня. Хорошо. Так. Пошло. Я думаю, пока хватит. Правильно? Так. Значит, это мы сделали. Да. Теперь натрем шоколад в другую совсем. Я боюсь, что здесь он у нас не... Все у нас получится. Так. А у тебя молоток есть? Ну, можно у строителей пойти попросить. Хорошо. Ну, чтобы этот... Смотри как. Хорошо. О. Как ты это делал? То, что надо. Скажи, когда остановиться. Ну, смотри. Вот так. Да, хорошо. Пошло, хорошо, пошло. Теперь все остальное, я думаю, мы будем смешивать. Значит, что остальное? Курага. Если она мягкая очень, то можно и не замыть. А если нет, то... Мы ее туда же. Туда же. Значит, курагу, орехи... В отдельной виске. И лимон лучше возьмем. Но потом все смешаем. Мне интересно посмотреть тоже, что из этого получится. Так. Потому что... Потому что... Пошла курага. Вообще, лучше бы, знаешь, нам, наверное, пересыпать бы... Ничего, ничего, ничего. Ну, ладно. Все нормально. Значит, курага, орехи, изюм. Все почти в равной пропуске. Вот, красиво. Забыла лимон, подойди. Туда же? Туда же, обязательно. А он не даст нам излишнего сок? Нет. Вот со шкуркой, да? Правильно, правильно. Да, да, обязательно. Со шкуркой. Обязательно. С какими-то цедрами? Да. А, тогда надо что-то изрубить бешено. Нет, не бешено, а мы сейчас будем соединять эту, и эту, и эту. И вот эту, и эту. Так, сюда еще лимончик. Да. И понеслась. Я боюсь, косточка не попала. Нескрашная перемена. А ты пробовал такие косточки? Ну, всяк побывала. Да? Ничего? Ничего. А потом как, музыка? Нормально. Пошло. Так, пошло. Мягкий ароматный хлеб с хрустящей корочкой. Что может быть лучше утра? Только хлеб с нутеллой. Нутелла. Это новый полезный продукт к завтраку. В нем молоко, лесные орехи, немного какао. Намажьте нутеллу на хлеб, и перед вами завтрак, богатый витаминами, протеином и кальцием. Хлеб с нутеллой – это лучшее начало дня. Вы можете купить 400 или 200 граммов нутеллы. Когда у вас в студии живота, принимайте смекту. От хвори в животе смекта поможет всей семье. Субтитры создавал DimaTorzok Лучшие зерна, лучшие сорта, лучший вкус. Элит Клаб – бодрящий ароматный кофе, за чашкой которого так приятно побыть вместе. Элит Клаб – кофе для любой компании. Мертингер, если йогурт по-настоящему вкусный, то это звучит так. Мертингер, фрукты гуд – самое хорошее из Баварии. Когда у моего ребенка расстройство желудка, я даю смекту. От хвори в животе смекта поможет всей семье. Истинную страсть Чибо открывает новый мир. Предлагаю вам самое лучшее. Чибо – зерна лучших сортов кофе солнечных плантаций, тщательно отобраны и обжарены. Разделите нашу страсть. Попробуйте удивительный кофе Чибо. Чибо – давать самое лучшее. Очевидное не требует доказательств. Косметика фирмы «Пари Элизе». Телефон 257-4109. Батончик нас! В особой упаковке обертку разверни. Буквы найди. Буквы собери. В игре победи. Ха-ха-ха-ха. Можешь выиграть. 20 тысяч призов. Или супер-приз. Пару роликов и коньков. В эту игру ты с нас играй. Подробности игры на обертке читай. Нас разверни и выиграй. Простуда – это всегда неприятно. Вот почему вам просто необходим ферверк супса с тремя активными компонентами от боли и жара, насморка и витамином С для укрепления организма. Ферверк супса. Испытанное средство против всех проявлений простуды. Мерцингер. Фрукты гуд. Самое хорошее из Баварии. Вы видите, возможно, самое оригинальное, когда-либо изобретенное средство от простуды – новый препарат Контак. Каждая капсула которого содержит сотни крошечных гранул продолжительного действия. Некоторые из них действуют быстро, другие постепенно высвобождают новые порции лекарства, избавляя от насморка на 12 часов. Примите одну капсулу Контака, чтобы на весь день или на всю ночь забыть о насморке. Теперь мы берем вот это. Вот это надо немножко рассыпать и того, и другого. Потому что часть идет во внуки, а часть идет потом, вот когда будем катать с тобой. Понятно, понятно. Так, волнительно. Ой, хорошо. Волнительно. Так, тревожно. Так. Теперь, значит, вот сюда засыпаем вот эту. Правильно? Да-да-да. Так, а ложка где большая, которой будешь ты мешать? Я буду. Мне. Хорошо, что Слава. Будешь мне мешать. Все точки расставлены. Это ложка, которую ты будешь мешать. Так, подождите, секундочку. Еще шоколадок. Сделаем шоколад. Вот он. Так. Я думаю, вот столько. Немножко осталось. Угу. Проверим, потом лучше досыпем. Так, теперь сильный. А, мед. 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 Мед у меня тоже холодильник. Мед, мед. Я пока немножко сделаю вид, что я к этому процессу имела какое-то отношение. Меда немного. Чуть-чуть, да? Меда должен быть... Все будет нормально. Хорош? Да. Если будет сладко, можно лимона больше. Хорошо? Отличный мед. И рука слабая уже. Ну, давай. По-моему, все уже очень красиво. Да. Откутно. На самом деле, на самом деле, вот это уже можно есть. Запросто. Так. Так. Сильно перемешай еще. Получше, 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 получше. Чуть-чуть. Так, а чем мы будем украшать это дело? Честно говоря, вот с моей мужской точки зрения, да? Не стоит, да? Вкусная вещь, она. Сливками. Украшательство не нуждается. Это если какое-то фуфло получилось. Тогда его надо приукрасить. О! Тевтельки. Грубишь. Класс, класс, хорошо. Это не тевтель. Нужно блюдо. Давай. Средине дырочка для украшения. Или орех сюда можно положить, или изюм. Ну, смотри. Как, кто хочет. Можно еще... Я возьму на себя функции оформителя, хорошо? Давай. Это очень крупное у меня получилось. Надо поменьше. А то, знаешь, надо, чтобы много хотелось съесть. Давай, давай. Опа! Да. Да? Я согласна. Значит, вот тебе это шоколадное. Оттругая, да? Это шоколадное. Это шоколадное. Да. А это будет опять печенье. Еще можно, знаешь, на одну можно изюм, а на одну можно орех. А на третью можно курагу. Маленький кусочек желтенький. Сейчас, 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 сейчас. Ну, вот. Ой, красиво. Давай. А лимончик-то поднимем будем? А, ну, можно ставить такую. Сейчас, 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 сейчас. Лимончик. Да. Лимончик по кругу мы сейчас сделаем. Одну мы посыпем. Вот дай на нее этого. Красиво. Раз. А, вот так. Вот этот, который покрупней. А этот... Ну, ладно. Такое, архитектурное измечество такое, да? Хорошо. Сейчас. А еще знаешь, что можно? Так. Так, раз, два, изюм, орех можно. Орех. Через, ну, тоже. Через сливочки. Через сливочки, да. Какое взаимопонимание в творчестве, а? Да, Андрюш. Так. Так, это у нас ореха, это курага, это изюм. Конечно, если бы цветные ягоды были бы... Ну, давайте исходить из реальности, из реалий сегодняшнего дня. Да, я посыплю это шоколадом, вот, шоколадной кружкой. Может быть, вполне. Единственное, что он насыпется мимо. А это не страшно. Это не страшно. Ну, в общем, все остальное... Так, Ванек нормальный получился. А почему, собственно, Ванек? А Ваня очень любит это. Есть мальчик Ваня, шестилет, которому это очень нравится, а просто делает. Знаешь, как Вань бы валять. Раз, два, перекрутил, ну, и Ванек готов. Ребята, вот этот человек мне перед съемкой сказал правду, которая меня удивила. Это звучало так. Я готовить не умею, я все время импровизирую. Это правда. В этом заложено глубочайшее противоречие, потому что, по моему убеждению, импровизировать, это и значит уметь готовить. А все остальное, это уметь читать кулинарные книжки. Я не читаю. Вот. Значит, вот мы сейчас что сделаем. Конечно, зритель может подумать, что мы не первый год знакомы, мы договорились, да? И независимо от того, что тут получилось, мы сделаем, м-м-м, как вкусно, как хорошо. Я сейчас позову зрителя. Иди сюда. Как тебя зовут? Лена. Лена. Иди сюда, Лена. Закрой глаза, открой руку. Вкусно или очень вкусно? Вкусно. Очень вкусно. Молодец. Дорогая, дорогая Ава, огромное спасибо за посвящение нашей кухни, несмотря на вашу чудовищную занятость. Хочу подарить вам от нас свежий номер газеты «Смак». Пожалуйста. Могу еще одну пирожную, собственно, провелось, что-то съесть? Так нет, мы сейчас просто начнем их употреблять, и к этому процессу хотим или нет подключиться зрительские массы. Так что с пирожным можешь попрощаться. Ешь пока лежит. А вам спасибо, счастливо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон»